Российский режиссер Андрей Кончаловский решил выслужиться перед кровавым диктатором Путиным, развязавшим войну в Украине. И на вопрос о международных кинофестивалях, которые теперь не светят, россиянам вдруг стал нахваливать Путина. По его мнению, если и есть личность сегодняшней политики, то это президент Путин. Он не оглядывается, он действует несколько иначе. Уведу разговор немного в сторону. Вы не пробовали подсчитать, много ли в мире за последние 60 лет нашлось смельчаков, которые осмелились попытаться положить конец господству американского доллара. Первым это попытался сделать президент США Кеннеди. Его убили. Потом попытку предпринял Деголь и получил восстание студентов во Франции и покушение на него в Северной Африке. Потом были Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи, главные враги американского диктата в глобальном пейзаже. Сегодня Путин возглавил борьбу с главным мировым злом. Бредит пожилой режиссер в интервью российскому изданию «Аргументы и факты». По его мнению, Путин, убивающий мирных жителей Украины, рискует жизнью и демонстрирует абсолютно героическую отвагу. Единственное, в чем прав режиссер, диктатор таки рискует жизнью, развязывая войну в суверенном и независимом государстве. Впрочем, как и все, кто считает войну спецоперацией.